Два раза больше выбросов в атмосферу, два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых в Skyway это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Итак, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Пожалуйста, как всегда, мы сначала проверим звук. Слышно ли меня? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Спасибо большое. Все, вижу, что слышно. Итак, мы начинаем. Сегодня мы с вами продолжим то, что мы начали в прошлый четверг. Меня зовут Любовь Федорова. Это я сейчас представляю для наших новых слушателей, для новых партнеров, которые подключились. Приветствую всех тех, кто подключился в прямом эфире на YouTube-канале и тех, кто будет потом просматривать записи. Я региональный куратор Латвии, являюсь ответственным руководителем Департамента информации и образования, повышения квалификации наших сотрудников, эксперт по статусу и вот сейчас спикер дубликации. В прошлый четверг в первой части нашего такого курса по дубликации мы рассматривали главные задачи спонсора, первые две. И мы говорим о том, что дублировать конкретного человека мы можем только частично. Если мы видим, что у нас есть хороший сильный партнер, он хорошо умеет строить структуру, умеет строить команду, взаимодействовать вообще со своей командой, то мы можем брать у него какие-то, копировать какие-то его фишки, какие-то его, хорошо изучить его сильные стороны, повторить. Но мы никогда не сможем полностью сдублировать этого человека, продублировать его работу. Мы можем продублировать саму систему, систему работы с нашими партнерами, систему работы с клиентами. И вся система состоит из четырех шагов. Первый шаг – это приглашение. Второй шаг – это прослушивание информации о проекте, будь то вебинары, будь то какие-то презентации. Третий шаг – это звонок, разговор с человеком. И дальше мы переходим плавно к четвертому, очень большому, широкому, обширному шагу увлечения в систему поддержки, когда человек нам говорит «да». И чтобы это все у нас получалось на профессиональном уровне, нам всем необходимо, можно сказать, в полной мере освоить семь задач спонсора. Семь задач наставника, который приглашает и сопровождает человека, помогает ему сделать свои первые шаги в его собственный бизнес. Да, мы все прекрасно понимаем, что в нашем проекте, участвуя в огромном бизнесе нашего генерального конструктора, в осуществлении его идеи, его мечты, мечты всей его жизни, мы, каждый из нас, можем точно так же поставить какие-то свои цели, достичь их, осуществить какие-то свои желания, свои мечты и построить свой маленький бизнес. Ну, может быть, и не совсем маленький. На прошлом занятии, можно так сказать, на прошлой встрече мы рассмотрели первые две задачи – постановка цели и создание книги контактов. Немножечко напомню для тех, кто продолжает слушать, и для тех, кого не было, кто не видел первую часть, что цель мы строим проще всего по системе SMART. То есть она должна быть у нас конкретная, измеримая, достижимая. Цель должна быть реалистичная, не какая-то фантастическая, да, и определена во времени, чтобы она у нас не размазывалась, чтобы поставили четкие сроки. И мы понимали, вот мы к ним пришли, выполнили на протяжении всего пути какие-то определенные задачи, вот наша цель достигнута, и мы можем как бы подниматься на следующую ступень и ставить следующую цель. И мы говорили о книге контактов, которая является нашим самым главным, можно сказать, капиталом, потому что мы работаем в рекомендательном бизнесе, да, у нас люди, наши клиенты – это наш действительно самый главный капитал, которых мы приглашаем в бизнес, и с которыми вместе мы работаем и строим команды. Поэтому книгу контактов мы пишем, мы выписываем, мы делаем много разных графов. Здесь приведен как один из вариантов. Мы можем очень много разных колонок делать со своими собственными заметками и пометками. Это наш документ, с которым мы работаем. Он у нас всегда перед глазами, он всегда у нас наглядный, да, и вот самое элементарное, когда мы сюда выписываем все свои контакты, то мы визуально сразу видим, кому бы мы хотели первому позвонить. Да, мы говорили о том, что первым людям мы звоним легким, нашим может быть каким-то знакомым, если у нас книга контактов очень большая получилась, кому мы хотели бы позвонить, кого мы хотели бы пригласить, назначить какие-то встречи. Да, мы начинаем с самых легких людей, с тех людей, с которыми нам проще всего общаться. И набирая опыт, мы уже постепенно-постепенно взваниваем буквально всю свою книгу. Вот, и сегодня мы поговорим о следующих трех задачах. Это о планировании, как его планировать, чтобы успевать все. Почему? Очень важен телефонный этикет. Мы с вами работаем очень много по телефону, а сейчас в это время, во время пандемии у нас больше сократились встречи, то есть у нас наших встреч реальных стало меньше, и мы еще больше начали работать по телефону или онлайн. Поэтому нам очень важно соблюдать телефонный этикет, придерживаться определенных правил для того, чтобы мы не, можно сказать, испортили свой контакт с этим человеком, свой первый контакт с этим человеком, к которому мы обращаемся, чтобы мы из-за каких-то своих нелепых ошибок не потеряли, можно сказать, потенциального партнера. И на что мы делаем, как мы ведем презентацию, на что мы делаем акценты, учитывая психотипы клиентов. Мы уже говорили о том, что люди делятся на разные психотипы, и мы с учетом того, как человек себя позиционирует, как себя человек транслирует, точно так же он принимает информацию, и мы с учетом этого, с учетом этих знаний можем провести правильно презентацию, правильно сделать акценты, чтобы заинтересовать этого человека, как только мы распознаем, к какому психотипу он относится. И еще раз пару слов я скажу о нашем основном инструменте. Это визитка, у которой есть новые функции, и подробнее немножко расскажу, как мы ее можем сделать и продвести, заказать. Итак, планирование времени. Что такое время? Время – это ресурс. Это очень большой ресурс, но он уникальный, но он, можно сказать, невосполнимый, потому что его нельзя вернуть, его нельзя купить, как в одном из фантастических фильмов. Люди могли передавать друг другу время, покупать, продавать. К сожалению, это только фантастика. Мы не можем вернуть время. Мы точно так же его не можем не остановить, не можем его не ускорить. Для чего нам нужно вообще планирование? Для того, чтобы… Вот какова цель? Это увеличение вообще своей продуктивности, может быть, какой-то личной эффективности, для того, чтобы мы не теряли его впустую, а тратили на какие-то полезные для себя дела. И когда у нас это будет все распланировано, то мы будем видеть, сколько у нас высвобождается свободного времени, и тоже его можем потратить, использовать для себя, для своих родных, для своей семьи. И я сегодня, когда готовилась, я подумала, что вот я сегодня расскажу обязательно о том, что у нас с вами очень часто бывает такое состояние, которое называется «не знаю, за что хвататься». Это когда у нас накапливается большая масса дел, и в какой-то момент мы понимаем, что часть дел уже нужно было сделать еще вчера, часть нужно сделать сегодня, но мы не понимаем, за что браться. Это тоже такое состояние, оно никак нельзя назвать эффективным, да, наше состояние. То есть об эффективности здесь речи быть не может, потому что мы дергаемся, мы действительно не знаем, с чего начинать, поэтому и нужно нам это время. И вот когда я утром сегодня подумала, вот я сегодня об этом обязательно буду рассказывать, а сама такая думаю, боже мой, а мне-то за что хвататься? Я как раз оказалась в точно такой же ситуации, когда действительно не знала, за что схватиться, потому что как-то очень много дел у меня было напланировано на сегодняшний день, и я взяла листок, и я начала писать. У меня получилось всего 5 пунктов, но я их просто визуально перед собой вот написала, и я их увидела. Потому что, знаете, существует такое правило, называется правило 6П, это правильное предварительное планирование, предотвращает плохие показатели. Нам необходимо планировать не только время, которое мы тратим, на свой бизнес, на работу. У многих же людей есть еще своя, можно сказать, ну, даже не бизнес, а наемные работники. У нас есть наемная работа, в которой люди ходят там 6-8 часов в день работают, но потом, приходя домой, им же хочется еще, и нужно же позаниматься нашим бизнесом, нашим SkyWay проектом. Поэтому нам тоже нужно планировать время, когда мы сделаем звонки, когда мы сделаем какие-то встречи. Но тем не менее, кроме всего, кроме дел, кроме работы своей, в обязательном порядке, ставьте в планы отдых, ставьте в планы общения с детьми, общения с родителями, общения со своей семьей. И лучше всего, если вы будете делать план на неделю, и вы сразу, заранее поставите, можно сказать, чуть ли не первым пунктом, отдых или прогулки, или, не знаю, какие-то катания на велосипеде. То есть в обязательном порядке запланируете досуг со своей семьей. Потому что, когда мы увлекаемся своим бизнесом, а наш проект, он достаточно увлекательный, я знаю по себе, на первых этапах я вообще перестала существовать для своей семьи, то мы можем немножечко внести такой раздрайв в наше течение, наше вообще семейного уклада, наверное, как у нас было всегда. И вдруг мы пошли в проект, и мы там увлеклись, и все, и мы пропали для семьи. Чтобы не обижать свою семью, чтобы не испортить никакие взаимоотношения, необходимо это планировать. Когда они у вас будут уже запланированы, вы все оставшееся время уже можете распределить между своими остальными делами. Итак, когда мы планируем, мы пишем. Мы обязательно записываем все свои дела. Люди могут писать по-разному. Очень много разных существует видов зафиксирования вот этих вот своих дел. Но в обязательном порядке отмечайте то, что вы исполнили, то, что вы уже сделали. Не знаю, отмечайте, вычеркивайте. Потому что это дает вам такое ощущение удовлетворенности. Оно заряжает энергией. Оно добавляет нам энтузиазма. И мы можем двигаться дальше. Обязательно вечером, когда вы сделаете все свои дела, еще раз присмотрите свой список, похвалите себя, какой же я молодец, и делайте список на следующий день. Для того, чтобы день был продуктивным с самого утра, желательно список делать накануне вечером. А если мы делаем план на неделю, то этот план лучше всего делать в пятницу после рабочего дня, но не в самом конце. Где-то в пятницу после обеда, после трех часов в 15.00. То есть делать план на следующую неделю. Вы еще в ресурсном состоянии, вы еще включены во все свои дела, но у вас уже есть это ощущение, что неделя заканчивается, все самое главное уже выполнено, и вы можете спокойненько сосредоточиться на том, какие дела вы планируете на следующую неделю. То есть планируем неделю лучше всего в конце дня в пятницу. И знаем, что если вы этого не делали и начинаете делать планы, начинаете все записывать, то работая со своим планом дел, производительность вырастает на 25%. То есть у вас высвободится очень много свободного времени, или же вы сможете гораздо больше дел успеть. Есть вот несколько вариантов, хочу показать, что каждый выбирает для себя, как ему удобно. Кто-то может планировать прям вот так вот по часам свои встречи, какие-то там презентации, или свое рабочее там 8-6-часовое время. Кому-то может быть удобно брать ежедневник, как вот у меня, ежедневник, где на каждый день целый лист, и там мы можем расписывать подробно задачи главные, разбивать их на подзадачи. То есть мне, например, нужно много пространства для того, чтобы я могла написать свой план. Я люблю писать полными предложениями, плюс у меня почерк достаточно крупный, и поэтому мне, например, удобно, когда на всю страницу идет один день. Кто-то может вот на таком, вот как показано на слайде, на таком вот маленьком, только какие-то себе поставить маленькие пометочки. Есть еще один вид планирования, вид записи своих дел, и он, я вам скажу, тоже полезный, можно его проработать немножко. Хорошо, когда такие дела мы берем за неделю все-таки, не будем говорить о месяц. Месяц это нужно очень хорошо знать, как мы же хотим построить, допустим, каждый день в месяц. Возьмем неделю, возьмем 7 дней, и выпишем, разделим все дела, которые мы уже в поле зрения держим, на 4 группы. Сделаем таким образом, вот прям вот как есть, как показано в квадрате, так в квадрате и делаем. Самое интересное, что я взяла карандаш и начала показывать карандашом на экране. Сейчас я возьму эту стрелку, у меня никогда не получается ее взять быстро. Почему-то у меня не получается взять эту стрелку. По горизонтали, смотрите, мы пишем срочные, несрочные дела. По вертикали мы пишем важные, неважные дела. И дальше мы их группируем. Может быть, мы даже возьмем и напишем сначала их все на одном листе, все подряд, и потом, когда мы на них смотрим, когда мы визуально видим все дела, которые нам нужны, мы тут же можем понять, какие для нас важнее. И тогда мы их переносим в эти 4 квадрата. И что мы видим? Что те дела, которые попадают в первый квадрат, срочные, вот срочные и важные, это дела, которые необходимо выполнять, и необходимо их выполнять в первую очередь. Те, которые попадают у нас во второй квадрат, не срочные, но важные, мы их планируем, мы можем их переставлять местами, мы можем подумать, что мы делаем первое, что мы делаем второе. Те дела, которые у нас попадают в третий квадрат, срочные, но не важные, мы их можем минимизировать, мы можем посмотреть, какие дела мы можем объединить, что мы можем сделать по-другому. Но те, которые у нас попадают в четвертый квадрат, не срочные и не важные, здесь, конечно, мы задаемся вопросом, а надо ли нам это? Когда мы их увидим, возможно, нам придет такая мысль, что, в принципе, наверное, и не нужно на них тратить время. Они и не срочны, и не важны. Я лучше их заменю чем-нибудь более интересным для себя. То есть, если попрактиковаться вот таким вот образом, их группировать, тоже можно излечь для себя пользу. С другой стороны, это просто хорошая гимнастика для ума. Мы тогда научимся очень быстро свои дела, которые у нас есть в плане на неделю. Мы сможем очень быстро сами в голове буквально сгруппировать и браться сразу, в первую очередь, за важные дела. Вот. Я предлагала уже неоднократно, и еще раз хочу обратить внимание, что есть такое очень интересное задание. Попробуйте выполнить его сами для себя. В нашей неделе 168 часов. Выделите по группам, чем вы обычно занимаетесь. То есть, в основном, свои дела. Вы пишите в группы свои дела. Сначала обязательные на то, на что у нас уходит время. Допустим, вот как у меня сон, и процедуры, которые сопутствуют до сна и после сна. Общение с детьми, с родителями. Отдых, хобби, друзья. То есть, здесь вы можете сами свое поставить. Еда. Сколько мы времени тратим на прием пищи? Если женщина, ну, конечно, и мужчины, наверное, тоже готовят. Сколько времени у нас в неделю уходит на приготовление еды? Мы, конечно, все это пишем примерно. Вот. Обучаемся мы, посещаем ли мы какие-то тренинги, какие-то курсы? Тоже считаем в течение недели, сколько мы времени, может быть, мы самообразованием занимаемся, да, что-то там сами читаете. Читаем. Вот. Работа плюс дорога на работу в обязательном порядке считаете. Ну, спорт, прогулки. В общем, пишите разделов, может быть, и больше, может быть, и меньше. Вы пишите те разделы, которые, в принципе, на что вы тратите свое время недели, свою жизнь, на что мы тратим, да. И вот есть еще один такой пункт в соцсети. Раньше у нас его не было в планах никогда, а сейчас он появился, потому что мы действительно очень много проводим там времени, и это еще является очень большим вором нашего времени. И попробуйте вот этот вот круг в 168 часов. Можно даже на глаз, кто умеет, можете на компьютере сделать диаграмму. Она будет более точная. На глаз она будет не совсем точная. Но можете попробовать сделать такую диаграмму и посмотреть, на что у вас тратится вообще свое время, на что время тратится. Вот эти самые большие участки, самые большие участки, вот у меня самый большой, конечно, пошел на сон. Я, наверное, себя, наверное, очень люблю, потому что я стараюсь спать все-таки по 8 часов в день, потому что если я 7-6, я уже буду немножечко не в ресурсном состоянии, либо мне придется очень долго раскачиваться. Вот поэтому для меня важно выспаться. И потом вы можете сделать точно такую же диаграмму, но по своему уже желанию. Где бы вы хотели, какой сегмент вы бы хотели уменьшить, какой сегмент вы хотели бы расширить, на что бы вы хотели больше времени тратить и на что бы вы хотели меньше времени тратить. И в этом как раз-таки нам и поможет планирование. Понимаете, как только мы увидим, где, в каком сегменте нам нужно что-то изменить, вот тут на помощь нам тоже приходит планирование. Я буквально на днях немножечко там смотрела литературу о бизнесе и нашла такой интересный термин. Увеличение рычаг благополучия. Что такое рычаг благополучия? Это наше состояние, это наши дела, которые мы делаем для того, чтобы быть успешными и благополучными. То есть это шла речь о компетенциях бизнесмена. И там говорилось, что для того, чтобы увеличить этот рычаг, мы можем каждый день немножечко включать обогащающие привычки и немножечко выключать обедняющие нас привычки. Например, мы чуть больше соков будем пить и чуть меньше алкоголя. Не всё сразу мы меняем. Мы, допустим, меньше сидячего образа жизни. Не будем какой-то бестолковый фильм перед телевизором смотреть или новости, которые, как правило, всегда негативные. А мы лучше это время потратим на какую-то прогулку, где-то, может быть, на какую-то небольшую тренировку даже дома. То есть мы немножечко сдвигаем, расширяем свои обогащающие привычки, которые нас обогащают, да, и минимизируем, выключаем обедняющие. И вот таким образом у нас увеличивается этот рычаг благополучия. Вот. И так, что я этим хотела сказать? Я хотела сказать, что как раз-таки, да, планирование, возвращаемся к нашему планированию, что планирование нам и это, и в этом тоже поможет. Потому что мы увидим как раз, увидим на диаграмме, где у нас идет потеря времени, и с помощью хорошего, правильного планирования мы добавим себе каких-нибудь обогащающих привычек как раз вместо того, чтобы просто бездарно терять время. Поэтому планируем и желаю вам, чтобы вы почувствовали разницу. Кто этого еще не делает, чтобы почувствовали разницу, как у вас пройдет распланированный день и как у вас проходит обычный день, когда мы утром встаем в состоянии, не знаю, за что хвататься. Надо сделать много дел, но их нужно было сделать еще вчера. Дальше. Следующая наша задача – телефонный этикет. Как я уже сказала, что нам очень много приходится сейчас работать в телефоне, через телефон, онлайн, в принципе, через скайп. Это все тоже относится конкретно вот к этому телефонному этикету. Если сейчас… сначала я поговорю о телефоне, когда нас собеседник не видит. Мы, разговаривая, готовясь к телефонному разговору, готовясь, мы необходимо написать небольшой сценарий нашего звонка. Не забыть представиться. И представиться, ну, нормально. Сейчас вы поймете, почему улыбаюсь. Если человек вас будет уводить от темы, по которой вы ему позвонили, а так может получиться, что не специально человек, вы звоните, допустим, знакомому, с которым вы просто давно не общались, и он начинает, вы его спрашиваете, он начинает спрашивать, а как, а что, и вы можете там уйти, уйти, уйти куда-то там уже совсем в другие темы. И когда у вас будет небольшой сценарий перед глазами, он всегда вам поможет вернуться обратно к той теме, в принципе, на которую вы хотели бы с человеком поговорить, к тому вообще, почему вы ему позвонили. Тем не менее, мы обязательно учимся слушать, потому что нам это тоже необходимо, как мы уже говорили, чтобы понять, какому психотипу принадлежит человек, кто это перед нами, звезда, командир, гуманист или дипломат, нам тоже нужно несколько минут с ним поговорить, прощупать его, для того, чтобы мы поняли, как дальше вести свой разговор. Но тем не менее, сценарий в обязательном порядке пишем. Не говорим, как робот, не задаем вопросы, как будто бы у нас, как, знаете, компьютерная машина, которая задает вопросы, но тем не менее, сценарий делаем, чтобы нас не сбили. Дальше. Во время разговора улыбаемся. Не звоним, когда у нас плохое настроение. Не звоним, когда у нас нересурсное состояние. Когда пришел с работы, когда еле ноги приволок, а у меня же в плане еще несколько звонков, но сейчас я быстренько отзвоню, чтобы вычеркнуть в своем плане, похвалить себя, что я это сделал. Нет, так ни в коем случае не делаем, потому что мы можем все испортить. Когда у нас нересурсное состояние, лучше не звонить. Лучше перепишите свой план, отложите эти звонки. Только в хорошем настроении, только с позитивным посылом, только с улыбкой мы говорим по телефону. Потому что даже когда человек поднимает трубку, даже когда вам звонят, и вы поднимаете трубку, и говорите одно единственное слово «Алло», человек уже слышит по интонации, рады вы его слышать или нет, улыбаетесь вы или нет, уставший или не уставший. Но очень часто, вы же со мной, я думаю, согласитесь, что часто бывает, поднимаешь трубку, говоришь, и тебе собеседник говорит, ой, у тебя что-то случилось. Говоришь, ой, нет, я там, допустим, я буду говорить о себе. Я говорю, ой, нет, я тут не успела перестроиться на другую волну, я еще пребываю там, у меня там что-то произошло, да, я еще, извини, я еще пребываю там, еще там, еще не вышла из этого состояния, прости, все в порядке. То есть по одному слову человек уже понимает. И если мы звоним пригласить его в бизнес, а как мы говорили, что приглашаем мы всегда позитивно, мы всегда искренне, всегда от души, от сердца пропустив всю информацию через себя, мы должны быть абсолютно искренними, да. Поэтому если нам плохо, плохо, и там на душе кошки скребутся, то, ну, никакую там веселую маску мы не сможем надеть так, чтобы человек нас не раскусил, что не все так хорошо. Вот, и даже часто, зачастую бывает такая ситуация, что это мне вот мои партнеры рассказывали, когда мы с ними беседуем, и вот делятся они своим опытом, как у них что получается, и было такое, что человек начинает рассказывать о проекте, причем пытается рассказать действительно с душой, но у него накануне что-то личное произошло, у него нет никакого настроения, и ему задают вопрос. Слушай, ты с такой трагедией об этом рассказываешь? У вас что там, все так плохо? Понимаете, люди думают, что, ну, в первую очередь, они свяжут ваше плохое настроение, вашу какую-то неискренность именно с проектом, о котором вы рассказываете, и человек начинает закрываться, ему будет казаться, что он мне что-то втюхивает, он тут такой расстроенный, там все так плохо, а мне тут пытается рассказать, что все хорошо, да. То есть только когда у нас ресурсное состояние, только когда у нас хорошее настроение, только тогда, когда мы способны улыбаться, искренне говорить, общаться с человеком, только тогда мы делаем телефонные звонки. Говорим медленно и четко. Это тоже очень важно, потому что очень часто бывает так, когда какие-то соцопросы идут или предлагают там, допустим, страховку или предлагают подключиться в какой-то проект, мы поднимаем трубку, я думаю, у всех такие звонки были, мы поднимаем трубку, и человек на том конце провода начинает говорить, здравствуйте, у меня загорает, у вас есть время поговорить. И ты понимаешь, боже мой, что она мне сказала, я даже не поняла, как ее зовут, из какой она компании, и вообще о чем она хочет со мной говорить. То есть люди по шаблонам, заученными фразами, говорят настолько быстро, что мы их не понимаем. И уже говорить не хочется. Я иногда, наверное, вредничаю и начинаю умничать, начинаю какие-то провокационные вопросы задавать, там выбивать немножко человека из колеи, да. Может быть, этого не стоит делать, он выполняет свою работу, но человек должен понимать свои ошибки, потому что ведь я не одна такая, которая не хочет разговаривать, которая говорит, нет, спасибо. А может быть, если бы она четче разговаривала, если бы она четче говорила о том, вообще, по какой причине она звонит, может быть, и больший процент людей, которые захотели бы с ней разговаривать. Поэтому говорим медленно и четко. И не забываем о том, что когда мы разговариваем по телефону, собеседник на том конце провода почувствует вообще, мы сидим или мы лежим, мы едим или мы жуем жвачку, или мы курим, или мы пьем кофе. То есть, если это незнакомый человек, то все это исключено. Даже если человек вас не видит, даже если вы не сидите перед камерой, то все равно необходимо быть в таком состоянии, как будто бы человек вас видит. Хорошо сидеть, если у вас есть какие-то разложенные перед собой бумаги, которые вам помогают поговорить по телефону, что вы там будете брать какую-то информацию. Также, если все у вас в голове, и вам не нужно вообще никакой бумаги, никуда не смотреть, то хорошо встать у окна. Когда вы стоите, у вас выпрямлена диафрагма, у вас хорошо идут звуки. И когда вы стоите у окна и куда-то вдаль, то есть не фокусируйтесь ни на каком сюжете, вы тоже можете очень спокойно говорить, и тогда беседа тоже льется достаточно плавно. Если же мы, конечно, говорим с камерой через скайп, то в обязательном порядке мы одеваем деловой стиль, то есть хотя бы до пояса, обязательно рубашечка, обязательно... В общем, деловой стиль должен быть, если вы человеку предлагаете бизнес, если вы сейчас не будете говорить о бизнесе. Потому что когда вы говорите, что это суперклассный бизнес, что это супер вообще денежное и выгодное предложение, а сам человек там не причесанный, сам в каких-то сланцах, в майке, в шортах, ну, знаете, ну не принято в нашем обществе, не принято о бизнесе говорить человеку, если вы тем более делаете деловой звонок какой-то, если вы предложение решили человеку сделать, да, у нас не принято в таком виде вообще приходить на встречи. Исключение может быть только в том случае, если вы с этим человеком вдруг знакомитесь где-то на море, на курорте, либо с каким-то своим старым знакомым встречаетесь в таком месте и начинаете разговаривать, и идем выпьем по чашечке кофе, ты расскажи о себе, я расскажу о себе, и вообще классно, вот я бы тебя пригласил, я хочу тебя пригласить, да, но это ситуация такая. Если же вы готовитесь, пожалуйста, соблюдайте все правила делового этикета. Также нужно быть готовым к тому, что нам скажут нет. Это тоже нормально, человек может вначале сказать нет, потом подумать, перезвонить вам, человек может осознанно сказать вам нет, спасибо, не надо. В таком случае мы принимаем его ответ, мы принимаем его ответ, мы не злимся на него, мы в обязательном порядке, мы заканчиваем разговор очень вежливо, мы пожелаем человеку хорошего дня, мы поблагодарим за то, что он делил нам время, потому что бывают такие моменты, и они встречаются достаточно часто, что человек нам сказал нет, потом проходит год, он узнает от кого-то, что проект развивается, он узнает от кого-то, что где-то уже начато строительство, он узнает от кого-то, что вы бывали где-то там в одной, в другой, в третьей стране, и встречая вас, или он звонит вам и говорит, слушай, да ты там уже, оказывается, зарабатываешь, путешествуешь, да я слыхал-то, ты был там-то и там-то, неужели у вас там все так хорошо, да, давай, ну давай еще раз расскажи, я тогда посерьезнее все это почитаю, да. Да, люди сами просят, поэтому если вы с ними закончили звонок вежливо, если вы с ним расстались хорошо, не сожгли мосты, то всегда есть шанс, что этот человек все-таки через какое-то время окажется в вашей команде. Я думаю, у каждого из вас тоже такие моменты были, а если не были, то будут. Вот, потому что в моей жизни было человек через два года, сам позвонил и сказал, что слышал уже из других источников, видел что-то в интернете, представить себе не мог, что мы такие крутые, что нас даже эмираты начали строить. Думал, что это как обычный стартап, который через какое-то время закрывается. Вот, и позвонил и сказал, что он хочет, он действительно, мы делали это все бегом в последний момент, потому что это было в другом городе, и я уже буквально на второй день уезжала, и нам нужно было там все это проделать, это была Украина, в общем, ну мы это сделали, да. И не мудрено, что люди нам говорят нет, потому что на самом деле статистика стартапов такова, что только 3-5% вообще оказываются жизнеспособными проектами, 3-5% из 100 стартапов оказываются жизнеспособными, понимаете. И вот мы сейчас можем смело сказать, что наш проект, он оказался в этих 3%, да. Сегодня мы об этом, конечно, уже можем говорить совершенно смело. Вот, ну и естественно, если человек у вас попросил дополнительную информацию, либо вы ему что-нибудь пообещали, в обязательном порядке выполняйте свои обещания. Всегда предпринимайте последующие действия, о которых вы договорились с человеком. Всегда все, что нужно, присылайте на e-mail. Сейчас очень много разных мессенджеров, вот где договорились, туда присылайте дополнительную информацию по запросу. Также можете сбрасывать какие-то текущие новости, которые выходят у нас периодически, там еженедельно, да. То есть поддерживайте этого человека до тех пор, пока он примет решение. Потому что каждому человеку для принятия решения, остаться с нами, прийти с нами в проект или нет, нужно разное время. Например, у нас один партнер говорил, что он полгода изучал, полгода изучал, то есть зная о проекте, понимая, насколько он хорош, но он полгода все-таки изучал материал. А я знаю этого человека, он очень досконально все ищет, изучает и за и против, взвешивает. То есть полгода изучать. А я в свое время, когда мне рассказали о проекте, и это было на презентации какого-то, какой-то другой был проект, вот и мне человек просто так случайно обмолвился, это вот мой пригласитель, что есть вообще такой классный проект, обалденный, там можно и заработать денег, и бизнес, и все. Буквально вот в двух словах мне сказал. И мне нужно было всего лишь 20 минут, то есть я не сказала, что я не пойду на презентацию, мне дайте, пожалуйста, сайт или дайте имя ученого, и я сама все изучу, я позвоню и скажу. И когда я своей подруге ехала домой, позвонила и сказала, мне предложили интересный проект, мне показалось, что там есть за что зацепиться, я сейчас еду домой, у меня есть ссылка, я тебе ее сейчас пришлю, и давай через час мы созвонимся, то есть мы в течение часа изучаем информацию об этом проекте, об этом ученом, и через час мы с тобой созвонимся, ты мне скажешь свои за и против, я скажу свои за и против, и мы тогда будем принимать решение вообще, ну, как бы принимать это предложение или нет. Вот. И я вам скажу, что мне через 20 минут, у меня уже все, я не выдержала, я через 20 минут уже ей звонила и говорила, что я приняла решение, что я буду участвовать. Она мне сказала, я то же самое сидела и думала, как же мне дождаться, когда пройдет этот час, как мы договорились созвониться через час, то есть нам хватило 20 минут, чтобы принять решение. Вот. Поэтому, когда вы договариваетесь с человеком о каких-то последующих действиях, пожалуйста, все выполняйте. Вот для этого у нас и есть наш список контактов с различными дополнительными колонками для пометок и заметок, куда мы вписываем, вот, встретились, поговорили, согласен, отправить то-то, 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 имейл такой, телефон такой. Вот. Потому что это, в принципе, самое главное, что-то мне тут все время мешает. Вот. Мы практикуемся, да, мы говорим о звонках, практикуемся, практикуемся делать эти звонки, практикуемся вести разговор. И пройдет время, наверное, у каждого тоже разное. Мы не всегда, если мы новички, мы не асы, не специалисты вести такие разговоры, чтобы там с первого звонка у нас сразу человек был с нами, сразу захотел подключиться в нашу команду. Да, нам, может быть, нужно будет попрактиковаться для того, чтобы потом делать мастер-классы по звонкам. Вот. Но, тем не менее, мы практикуемся, мы делаем, мы работаем, мы ничего не боимся, не пугаемся, не ломаемся, когда нам говорят «нет», благодарим и идем дальше. Следующая наша задача – это презентации. Когда мы переходили в онлайн-работу, я помню, я говорила, возможно, еще 2-3 недели мы с вами будем работать только онлайн, потому что мы пока не можем встречаться оффлайн из-за карантина, да, но на сегодняшний день мы уже видим, что какой-то, может, 3 месяца мы уже сидим и не можем встречаться оффлайн, поэтому приходится нам презентацию делать самим. И мы уже сами, наверное, и научились их делать, кто даже не умел. Потому что если мы новички, мы, конечно же, приглашаем на вебинары, мы приглашаем на какие-то, не знаю, новости. Ну, в принципе, сейчас это вебинары различного рода и по технологии, и у нас есть по юридическим вопросам, да, Владимир Маслов ведет и там технико-экономические вебинары, да, и вот даже по дубликации о том, как мы строим свою структуру и команды. То есть мы приглашаем человека на эти мероприятия онлайн. Сейчас у нас и серия марафонов прошла, но тем не менее, очень часто бывает так, что мы сами делаем презентацию, сами учимся, сами практикуемся и делаем сами презентацию, либо через скайп, через камеру, либо при личной какой-то встрече, да, и мы тогда, нам нужно изучить, все-таки изучить только правдивые факты о технологии, о проекте, обо всем, что у нас происходит, только правдивые факты. Никаких мы не придумываем, не украшаем. Поэтому если нам задают вопрос, на который мы не можем ответить, мы говорим, я в обязательном порядке найду информацию, и я либо тебе позвоню, расскажу, либо я тебе пришлю подтверждение этой информации, да, либо при следующей встрече я тебе расскажу. Но мы всегда говорим только правду. И используем мы, ничего не придумываем, у нас есть готовая презентация. Используем мы готовую презентацию. Там, в принципе, дана последовательность и дан набор слайдов, которые мы можем использовать в своих презентациях. У нас может быть разное количество времени, когда мы с человеком общаемся. Мы знаем, что у нас может быть разное количество времени. С кем-то мы можем дольше, с кем-то мы можем меньше. Поэтому, взяв готовую презентацию, мы сами можем из нее составить для себя то, что нам удобно. Мы можем даже поменять их местами. То есть мы можем последовательность поменять. Так, как нам было бы удобно излагать эту информацию. Но в любом случае у нас есть такой скелет, такая схема, что мы сначала показываем, каковы у нас есть проблемы, какие, какое есть решение с помощью нашего проекта, нашей технологии, и говорим о возможности участия в этом проекте. То есть вот по этой схеме мы ведем презентацию. И количество слайдов вы выбираете сами. Но тем не менее мы ничего сами не придумываем, мы берем готовый, уже материал есть. Естественно, ролики мы берем только с официальных наших каналов для того, чтобы показать, презентовать. Используем печатную литературу, различную атрибутику с нашим логотипом. То есть в обязательном порядке используем визитки. Хорошо, когда у нас есть какая-то ручка, когда у нас есть блокнотик с нашим логотипом. Все это тоже есть. Связывайтесь со своими кураторами, делайте запросы. У нас уже разработана целая папка различных макетов для всего, для всей нашей атрибутики, для всей нашей литературы. Допустим, и для значков, и для каких-то брошюр, и для визиток, для ручек, для тех же маек, магнитов, не знаю, календариков, да, у нас есть макеты. И хорошо, когда куратор берет, делает заказ, и потом между в своем регионе это все размножает, распространяет для того, чтобы партнеры могли пользоваться этой атрибутикой, делая презентации. Это очень важно, это очень престижно. Если у вас есть значки, которые вы получали за статус, их тоже можно надевать. Сейчас у нас есть новый значок, который выглядит, у меня здесь, к сожалению, нет его картинки, но вы знаете, он выглядит вот примерно вот так, как вот эта наша эмблема на слайде. Вот такой вот маленький красивый значок с эмблемкой СВЦ, и, пожалуйста, сразу видно, что вы представитель компании. Дальше мы рассказываем, если человек принимает наше предложение, мы рассказываем о наших инвестиционных возможностях, то есть мы показываем наши программы, на каких условиях мы можем принять участие в финансировании нашего проекта. И приглашая человека в бизнес, мы знакомим его с маркетингом и возможностями заработка. То есть вот это то, из чего состоит наша презентация. И делая презентацию в обязательном порядке, мы учитываем, к какому психотипу относится наш клиент, с которым мы сейчас имеем дело, с которым мы сейчас разговариваем. На прошлом вебинаре я более подробно рассказывала, сейчас мы только вспоминаем, что у нас есть четыре психотипа. Это даже в каких-то схемах, они даже обозначаются разным цветом. Красный – это у нас командир, он ориентирован на цель, он достаточно четкий, у него четкие действия, у него очень высокие стандарты. Человек знает, чего он хочет, и четко может распланировать этот путь к достижению цели. То есть для этого человека нужна подготовленность, функциональность, важен конечный результат и очень четкое достижение цели. И делая презентацию вот такому человеку, мы делаем акценты, допустим, на ту же четкость. И также мы, у нас 15 этапов развития. На каждом этапе у нас ставилась цель, это сбор определенного количества средств, и на эти средства выполнение определенного объема работ. Сегодня мы находимся на 14 этапе, который у нас разбит на три подэтапа. На каждом этапе цель у нас достигается. Понимаете, если человек ориентирован на цель, мы и говорим, что с этапа на этап мы переходим только тогда, когда цель достигнута. Мы рассказываем о трассах. Построены такие-такие-такие трассы, сертифицированы такие-такие-такие подвижные составы. То есть два экотехнопарка. Мы говорим также четко. Если мы размазываем, если мы что-то тянем, человек начнет терять интерес, потому что он знает, чего он хочет. Это игрок. Поэтому и презентацию мы делаем четко. Следующий – это звезда. У звезды – это человек, который любит быть в центре внимания, это человек позитивный, это человек в праздник. У них, как правило, хорошее настроение, если все вокруг них складывается так, как им хочется. Они очень общительные, они очень позитивные. С ними, для них атрибуты статуса и успеха очень важны. Поэтому с ними, когда мы говорим о презентации, на презентации, когда мы говорим, мы говорим им о том, что их нужно эмоционально тронуть. Мы говорим, как это здорово, как это красиво, что у нас люди, которые принимают участие в проекте, имеют право попасть на закрытый полигон. Это стратегический объект. Но все партнеры имеют право один раз в год там побывать. Для всех партнеров открывается возможность прокатиться на этом транспорте. Все партнеры могут вживую пообщаться с Юницким, лично сфотографироваться, познакомиться. Понимаете, это все звезду может вдохновлять и воодушевлять. Да, мы говорим о том, что у нас есть статусы, за которые мы получаем подарки памятные. Мы говорим о том, что у нас есть конкурсы, и что победители конкурса ездят в разные страны как награду. И вот мы можем уже перечислить, сколько стран наши группы победителей посетили, что они могут попасть также и на производство, и в конструкторское бюро, как награда за хорошую работу и за выигрыш в конкурсе. Он не выносит критики, на него нельзя добить. Я, кстати, это сейчас говорю для тех, кто на Мерополисе слушает, что есть там документ в свободном доступе, где ошибки, которые нельзя допускать, работая с этими людьми, с определенных психотипов. Дальше. Гуманист. Гуманист ориентирован на отношения. Для него главная поддержка людей, забота об окружающих. Ему важны мнения, оценка других людей. Это достаточно творческие, трудолюбивые люди. Им свойственна достаточно такая человечность и сопереживание. И для них, когда мы им говорим о нашем проекте, мы делаем акценты на то, что этот проект за экологию, этот проект за безопасность, что благодаря этому транспорту выигрывает вообще планета наша. То есть, когда идет речь о заботе, забота о людях, забота об экологии, забота о животных, которые не будут страдать, то гуманист больше включается, да, он дискутирует, да, он будет задавать вопросы, но только для того, чтобы разобраться, правильно ли он понял, что здесь так здорово и здесь так много пользы для окружающих людей. То есть гуманисту будет интересно, на скольких выставках мы участвовали, как к нам люди относились на выставках, что люди говорят о нашем транспорте. Вот, то есть здесь как раз мы делаем акценты на отношения, на людях, на заботу. И тогда гуманист нас слушает, тогда с гуманистом у нас будет уже диалог. Это не будет наш монолог, да, как будто бы мы там навязываем что-то, да, а это будет диалог, человек проявит заинтересованность. Вот, и следующий у нас аналитик, это человек буквально математик. Он дипломат, но ему важны цифры и факты. Ему нужно анализировать, ему нужно сопоставлять, ему важны система и порядок, абсолютная точность, контроль ситуации. Этот человек видит риски. Как только вы начинаете рассказывать ему о проекте, он сразу будет вам говорить о рисках. Он в первую очередь вас спросит, а какие риски. И тут мы с ним раскладываем ему буквально все по полочкам. Здесь важны самые мельчайшие подробности. Ему, может быть, не важно, насколько красивый, насколько обтекаемый корпус будет у наших этих самых, да, у наших юнибусов и юнибайков, но ему важна будет высота, скорость. Ему важно будет, допустим, сколько конструкторских бюро, мы ему говорим, столько конструкторских бюро. Такое-то производство. Столько-то построено транспортных комплексов. Вот столько-то сертифицировано. Вполне возможно, что он захочет, чтобы вы ему показали, где можно увидеть эти сертификаты, где можно будет почитать эти документы, где можно увидеть наши аудиты, которые звезде абсолютно не нужны. Никакие наши аудиты, никакие сертификаты. Звезде это не надо. Он увидел, это красиво, это вау, здесь можно поучаствовать, да еще потом поездить, да еще и заработать. Все, классно. Аналитик будет все анализировать. Абсолютно. Его мы можем убедить только через факты и цифры. Мы, понимаете, ему можно в обязательном порядке, мы говорим о вебинарах технико-экономических и вот про юридических масла. Это ему в обязательном порядке нужно будет знать. Не факт пойдет он туда или не пойдет, но ему нужно знать, что у нас такое есть, что людей с этим знакомы. И когда мы ему будем говорить о том, что мы переходим, что у нас 15 этапов, мы в обязательном порядке сделаем акцент на то, что мы переходим с этапа на этап, у нас снижаются риски. Какие были до и какие у нас сейчас риски. То есть мы ему вот это показываем. Мы видим, показываем ему, как эти риски у нас сопоставляются с дисконтом, как они подтверждаются нашим дисконтом, который тоже постоянно меняется. Он вам даже может задать вопрос, какое образование у Юницкого, это будет очень важная информация, чтобы понимать, доверять ему или не доверять. Это, понимаете, человек, который, может быть, сам заранее все изучит или вообще прежде чем вам дать ответ, если вы впервые ему это предложили. То он вам даст ответ только тогда, когда все изучит, когда докопается. И он вам не один раз еще позвонит и не один раз у вас попросит дополнительную информацию. К этому тоже нужно быть готовыми. И когда вы уже знаете, что вы к такому человеку идете, вы уже вооружены, вы уже готовите заранее эту информацию, заранее все это, можно сказать, папочку для дипломата готовим. А вот так вот. А вот у нас есть такое. А как у вас вот с этим? А с этим у нас вот так вот. Тогда дипломат, можно сказать, уважает такого собеседника. У меня такая ситуация была. У меня дипломат чистейшей воды, дипломат мой преподаватель, он завкафедры транспорта и логистики в ТСИ, когда я у него училась. Вот, ну, просто, когда я читаю описание нашего аналитика, я вижу только своего профессора. Потому что именно так я ему рассказывала о проекте. Я ему принесла, вы себе не представляете, всю литературу, какая у нас есть, по одному экземпляру, я ему принесла и подарила, потому что ему очень важно. Но здесь немножко другая система. Ему еще нужно было. Он очень хотел запускать. И он запустил программу ознакомления студентов с новым видом транспорта. И поэтому ему важна была такая мелкоподробная информация. Но она ему была нужна, потому что он такой человек. И поэтому, понимая, кто перед нами, мы уже можем понимать, какую информацию нужно этим людям давать. И еще последний пункт, о котором я хотела поговорить. Я очень подробно рассказывала об этом на предыдущем нашей первой части. Вы можете это посмотреть тоже на YouTube в записи. Мы у Алана Пиза в книжке «Вопросы в ответах» нашли очень интересную методику и решили, что нужно ее применить в нашем проекте, в нашей работе. Он сам написал очень много книг по бизнесу, рекомендаций. Он подробно изучал MLM бизнес. Он много писал вообще литературы по общению с людьми. И, как он сказал, его главный девиз – никогда не изменяйте то, что уже успешно работает. Поэтому если есть что-то, что уже изучено и хорошо работает, лучше применять, лучше культивировать это себе, лучше добавлять, расширять, использовать эти методы. И вот один из его методов мне очень понравился. И вот нам, не буду говорить мне, нам, нашей команде, мы решили, что мы в обязательном порядке о нем будем рассказывать. Мы прекрасно все знаем, что люди, которым мы что-то предлагаем, они могут раздражаться, если мы им говорим, если мы им указываем, что им надо. Если мы им говорим, тебе надо купить дом, тебе надо бы поменять работу, тебе надо то, тебе надо то. Когда мы им говорим, он скажет так, до свидания, я сам знаю, что мне надо. Очень важно в разговоре повернуть разговор так, чтобы человек сам сказал, что ему надо, потому что только то, что он сам говорит, это является для него чистейшей правдой. И отсюда мы можем плясать. То есть не мы ему скажем, что делать, а он нам скажет, чего он хочет. Но наша задача сделать так, чтобы он у нас попросил сам то, что мы в принципе пришли ему предложить. И это не так сложно. Для этого есть такое понятие основной побуждающий фактор. Что такое основной побуждающий фактор? Это тот фактор, который нас заставил вообще прийти в проект. Это то, что нам по жизни нужно больше всего. Вот на сегодняшний момент мы понимаем, я хочу добиться, допустим, финансовой независимости. Или я хочу открыть собственный бизнес. Глядя на этот список, каждый из нас, каждый из вас может найти свой побуждающий фактор, что его побудило вообще принять предложение прийти в наш проект. И вообще принимать какие-то действия, какие-то меры для достижения даже своей цели. Потому что, в принципе, это и есть наша цель. То есть, допустим, кто-то хочет просто дополнительный доход, а кто-то хочет новые знакомства какие-то завести. И он понимает, что в проекте он познакомится. У кого-то, может быть, дети, внуки, как очень много людей прикладывают такого уже, как так сказать, сеньоры, да, сеньоры достойного такого возраста пришли к нам. Они хотели, хотят оставить вообще просто наследство для своих детей и внуков. Они говорят, ну вот хоть какую-то пользу сделай. Жизнь сложную прожили, говорит, вот хочется ставить наследство. Да, вот то есть есть вот такой вот список основных побуждающих факторов. У каждого человека он свой. Он никогда, ну, не факт, что он может быть у вас, может быть точно такой, который есть у вашего собеседника. Поэтому прежде чем начинать с ним разговор, мы обязательно нам нужно выяснить, какой основной побуждающий фактор у него, что его заставит, заставит его, ну, заставит, может, не очень красивое слово, но из-за чего он все-таки будет, примет наше предложение, да. И, допустим, приведу вам такой пример, когда основной побуждающий фактор не совпадал. Например, молодой человек приходит на благотворительный какой-то вечер, знакомится там с клиентом, так будем называть, да, и начинает ему предлагать бизнес. Для этого молодого человека очень важна была финансовая независимость. Ему хотело, чтобы у него не считал деньги, чтобы он мог покупать себе, менять машины, там, то есть купить себе самую дорогую машину. Он хотел питаться в ресторанах, он хотел покупать одежду только в бутиках, только брендовую, да. Он хотел снимать каждый сезон виллу на новых островах и там отдыхать, то есть для него это было очень важно. Он к этому стремился, он имеет право мечтать об этом, он имеет право к этому идти, и он имеет право так жить, да, и для него это было очень важно. И когда он на благотворительном, допустим, вечере знакомится со своим будущим, можно сказать, клиентом, и начинает ему рассказывать, как здорово иметь финансовую независимость, как здорово одеваться в бутиках, питаться в ресторанах и менять там, не знаю, квартиры и виллы, менять машину каждый год, то клиент, выслушивая его предложение, не откликается, не перезванивает, отказывается от дальнейшего контакта, от дальнейшей встречи. Знаете почему? Потому что молодой человек не выяснил, какой побуждающий фактор у этого человека, а он живёт в домике, который ему достался от родителей, например. У него есть семья, у него есть дети, ему на всё хватает, он просто обожает заниматься благотворительностью, и все дополнительные свои доходы он тратит на то, чтобы помогать другим людям. То есть его основной побуждающий фактор – помощь другим. И молодой человек не попал, не выяснил, какой основной побуждающий фактор, и он потерял этого клиента. Понимаете? Или второй случай, когда, допустим, молодая женщина, которая работала, у неё есть детки, она им очень мало уделяла времени, и для неё самое главное было, как можно больше свободного времени. У неё было самое главное желание уйти с работы, не ходить каждый день на работу, а иметь это время, чтобы посвятить своим детям. И она предлагает уйти, заработать денег, чтобы уйти с работы человеку, который уже находится в предпенсионном возрасте, который является, допустим, мойщиком окон, и когда он приезжает на работу в офисы, для него работа – это спасение от одиночества, это общение с людьми, потому что он одинок, он дома живёт один, и для него желание уйти с работы – это, не знаю, смерти подобно. А ему вдруг предлагают, я сейчас тебе научу, как уйти с работы. Понимаете? То есть, когда не попадаешь в эту точку, когда мы не выясняем, какой основной побуждающий фактор, мы можем совершить ошибку, мы можем потерять этого клиента. Поэтому выяснять очень нужно. И нашей группой, нашим дизайнерам тоже разработана сейчас такая визитка, как дополнительный инструмент, где с одной стороны идут данные наши, а с другой стороны мы выделили как раз основные побуждающие факторы. Для того, чтобы, общаясь с человеком, мы могли дать ему эту визитку и показать. Скажи, пожалуйста, а что для тебя самое важное? Подчеркни или выдели. Может быть, один, может, два, может, даже три. И когда вот человек вам покажет, вот что для него очень важно, тогда вам будет легче с ним работать. И для того, чтобы еще легче перейти на то, чтобы предложить наш бизнес, рассказать, как он может заработать, чтобы вот этот вот покрыть свой основной побуждающий фактор, для нас есть вопросы. То есть есть пять вопросов обязательных. Они такие, какие они есть здесь. И я сейчас объясню вам, почему. Первый вопрос, показывая визитку, мы спрашиваем, что для вас важнее всего в жизни. Человек выбирает один-два пункта, которые для него вот сейчас важнее, и он хотел бы, чтобы это у него было. И вы его спрашиваете, почему вы выбрали именно это? И вот, допустим, если человек выбрал финансовую независимость, давайте к тому же вернемся, потому что по большому счету в нашем проекте действительно можно заработать так, что стать финансовым независимым. То мы спрашиваем, почему вы выбрали именно это? И он вам говорит, а потому что я сейчас работаю, потому что я сейчас взял дом и выплачиваю за него кредит. У меня кредит там на 50 лет. У меня маленькие дети, я хочу подумать о том, что мне надо дать им какое-то образование. У меня жена, которая разрывается между работой, домом и детьми, поэтому мне очень важно быть финансово независимым, и я смогу решить очень многие свои проблемы. И мы говорим, почему именно это является для вас наиболее важным. Он говорит, ну как же? Ну я же только что сказал, я не хочу эти 50 лет выплачивать этот дом, я бы выплатил тогда его быстро, и дальше мог бы заниматься чем-то более интересным, не знаю, путешествовать. Я знал бы, что у меня будет образование детям оплачено, да, сейчас я бы их развивал, я бы, может быть, пошел, повез бы их на какие-то дополнительные кружки. Может быть, моя жена бы бросила работу больше времени, бы детям уделяла и по хозяйству, потому что дом все-таки большой. Это важно для меня? Мы задаем этот третий вопрос для того, чтобы человек еще раз проговорил, что для него важно. И четвертым вопросом мы бросаем человека в негатив. Мы перекидываем его в минус, можно сказать, для того, чтобы он представил, что у него этого нет и не будет. Мы ему говорим, а что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? И тогда в этом негативе человек, может быть, даже немножко раздражится. Он говорит, ну как, что произойдет? Да я буду пахать всю жизнь. Я не буду видеть, как растут мои дети, потому что мне 50 лет выплачивать кредит. Может быть, еще и дети потом будут выплачивать кредит. И когда придет время получать образование, они смогут получить его какое-то более, ну, некачественное, не знаю, более дешевое. Да моя жена никогда не будет отдыхать, а будет, блин, еще на вторую работу устроиться, для того, чтобы мы могли там как-то существовать. То есть он сам себе в воображении рисует эту негативную картинку. Мы его побудили, мы его заставили нарисовать эту картинку. И он сразу, понимаете, у него сразу срабатывает такая система. Нет, я этого не хочу. Я не хочу быть там, вот то, что я себе сейчас нарисовал. Я так точно не хочу. И мы его возвращаем пятым вопросом. Почему это вас так волнует? И он говорит, да это, конечно, меня это волнует, потому что я хочу жить хорошо. Я хочу жить в этом доме. Я не хочу быть в долгах. Я не хочу работать на трех работах. Я хочу уделять время жене, детям, семье. Я хочу путешествовать. И вот тут получается, что пятым вопросом он еще раз закрепил то, что ему нужно. И возвращаясь к самому началу, мы пришли к тому, что не мы сказали ему, что ему нужно, а он сказал, что ему нужно. Ему нужна финансовая независимость. Ему нужно заработать деньги, чтобы выплатить дом. Мы же сами могли сказать, да ты же можешь заработать и выплатить свой дом досрочно. Но нет, он сам это сказал. Я хочу выплатить досрочно этот дом. Я хочу освободить время на путешествия. Я хочу детям дать образование. Понимаете, он сам вам это сказал. И вот тут мы ему и говорим о проекте, вот тут мы ему и рассказываем, как же можно у нас заработать, чтобы прийти именно к этой финансовой независимости. Поэтому очень советую вам всем сейчас делать такие визитки. Во-первых, это уже обновленная визитка с нашим новым логотипом Skywalk Community. Во-вторых, это будет вашим не только просто визитка, у нее будет двойная функция. Это будет ваш рабочий инструмент, который облегчит вашу беседу с человеком, потому что очень часто тяжело начать, не знаешь как, с чего. То есть она очень облегчает начало вашей беседы и в дальнейшем уже разговор течет совсем по-другому. Поэтому кому нужны такие визитки? Пожалуйста, вот на слайде мои данные. E-mail и телефон. Можно на WhatsApp, на Telegram писать. Это даже лучше, чем на e-mail. Я быстрее отвечу. Готовьте свои данные, какие вы хотите, чтобы были на этой визитке. Но здесь видно, да, e-mail, Skype и телефон. В принципе, этого будет достаточно, да. Имя, фамилия, как вы хотите, латинице или кириллице, чтобы было написано. И звоните мне, пишите мне, мы с вами договоримся, я вам расскажу, каким образом это можно сделать. Чтобы не дергать нашего дизайнера, чтобы он делал макеты, я соберу всю информацию, кому это нужно, и сразу все ему передам для того, чтобы он сделал эти макеты. И все вам подробно расскажу. Так что обращайтесь, визитки эти нам очень пригодятся. Это действительно очень хороший инструмент для работы. И в заключении хочу вам сказать, мне очень понравились золотые правила для достижения успеха, которые советует Алан Пис. Больше общайтесь с людьми. Правило номер один. Потому что люди – это наш капитал, книга контактов – это наш капитал, книга контактов – это люди. Так что общайтесь с людьми, новые знакомства всегда приносят какие-то новые позитивные результаты и изменения в нашу жизнь. Правило номер два. Больше общайтесь с людьми. Правило номер три. Еще больше общайтесь с людьми. Пусть вас всех окружают только позитивные люди, только такие, какие есть у нас в Skyway, потому что действительно наш проект поддерживают только открытые, позитивные люди. И мы в этом убедились за последние два года, на скольких мы были в мероприятиях. И всегда очень рады друг друга видеть, всегда встречались как родные. И сейчас, честно скажу, прям, не знаю, скучаем, ужасно скучаем, ужасно не хватает этих живых встреч, этого общения. Именно поэтому мы запустили сеть марафонов, которые идут через площадку Zoom, где мы все можем видеть друг друга, где каждый сидит перед камерой, слушает выступающих. Но при этом он может и поулыбаться, и помахать, и передать привет друг другу. Вот, поэтому следите за новостями, подключайтесь к нашим марафонам. Сейчас они там идут на разных языках, некоторые с переводом, поэтому подключайтесь, узнавайте новости, узнавайте мотивацию людей. И желаю всем вам, чтобы у вас тоже была мотивация работать, мотивация двигаться вперед, не сдаваться, и чтобы все у вас получалось. Я благодарю вас за внимание, всего хорошего, и до следующего четверга мы рассмотрим последние две задачи нашего спонсора. Нас как спонсоров. Все, всего доброго. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в Центре испытаний Экотехнопарк. Семёжный конец броня